Мало того, что очень трудно придумать что-либо более циничное, чем санитарное дело, то есть дело, возбужденное против соратников Навального после митингов в его поддержку 23 января. Это на фоне митингов в поддержку Путина, почти полной свободы от любых ограничений, не доведенных до конца карантина в практически полностью проваленной привилочной кампании. Россия изобрела три вакцины, находится на 65-м месте в мире по темпам вакцинации. 500 тысяч, полмиллиона избыточных смертей за последний год на фоне 100 тысяч официальных от ковида. То есть на эпидемию просто забросали трупами. Так вот, мало того, что на этом фоне соратников Навального обвинили в распространении коронавируса, поразительная логика, жесткие правила борьбы с ковидом распространяются только на тех, кто против Путина. Так еще и развивается это уголовное дело загадочным образом. Часть фигурантов по-прежнему сидят под домашним арестом, а несколько обвиняемых переведены под более легкий, мягкий режим запрета определенных действий. Например, Любовь Соболь в 20.00 обязательно должна быть дома. Такая Золушка 2021 российская версия. В полночь карета превращается в автозак. Сейчас Любовь Соболь у меня в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот пока не 8 часов, могу с вами разговаривать. Да, мы записываем этот эфир. Если вы не свидетель по нашему санитарному делу, тогда я смогу с вами разговаривать. Если вы были бы свидетелем подозреваемым или потерпевшим, тогда бы уже не смогла. Я не свидетель, не подозреваемый, абсолютно свободный человек. Везет. С таким счастьем еще и еще на свободе, как говорится. Итак, мы записываем этот эфир, чтобы в 20.00 вы успели попасть домой. Итак, что произошло? Во-первых, поздравляю вас с переводом. Я думаю, что это психологически должно быть все-таки большое облегчение, что теперь вы можете прийти к нам в студию, но не только к нам в студию. На самом деле, действительно, так непривычно. Я вот сегодня ехала к вам на программу в студию на метро и вот отвыкла уже от метро, отвыкла уже от большого скопления людей, потому что последние два с лишним месяца я бывала либо дома, либо в Следственном комитете в одном по Москве, либо в Следственном комитете по России, либо в прокуратуре по Москве, либо в каком-нибудь суде. То есть я от скопления людей так уже немножко отвыкла, и было, конечно, очень непривычно сегодня ехать. Но действительно, на самом деле, кажется, что домашний арест – это легкая мера пресечения. На самом деле, достаточно тяжелые ограничения и в свободе, и в физической, и морально достаточно тяжело все время сидеть дома. Ты не можешь выйти в аптеку, не можешь выбросить мусор, погулять с собакой. То есть даже на лестничную клетку ты не можешь выйти, потому что иначе сработает контрольное устройство, будет пищать, тебе придет сотрудник в СИН, который будет брать у тебя объяснение, и потом это, возможно, положит в твое дело папочку, а потом принесут в суд и скажут, давай сажать в СИЗО. Ну, достаточно такая неприятная и тяжелая психологическая мера пресечения. Мы настолько отвыкли от любых позитивных новостей в делах, которые касаются вас и ваших товарищей, что невольно возникает вопрос, что случилось, почему. И причем часть обвиняемых остались под домашним арестом, мы им сочувствуем, а часть обвиняемых все-таки перешла под этот более мягкий режим. Почему так произошло? Режим более мягкий, да, это называется ЗОД, запрет определенных действий, и кажется, что он мягкий, конечно, по сравнению с домашним арестом, по сравнению с СИЗО, он действительно более мягкий, но это тоже неприятная мера ограничения. Например, должна действительно с 8 вечера до 6 утра быть дома, и, соответственно, я не могу выходить за пределы Москвы, Подмосковья, потому что я не успею вернуться буквально, я не могу пользоваться телефоном, например, я не могу позвонить по телефону классному руководителю моей дочки, которая ходит в первый класс. Нельзя разговаривать по телефону, нельзя получить почту, я работаю юристом, и мне нужно получать почту из судов, корреспонденцию отправлять, получать, тоже не могу это делать. То есть вот эти безумные какие-то ограничения все равно остались на меня и на Олеге Навальном, на Люси Штейн, на Константине Каускайсе, которых вот нас перевели под вот этот зод, но при этом какие-то ограничения у нас остались. Зачем эти ограничения нужны? Что за безотство? Ну, нет никакой логики в этом. Особенно на фоне нашего разговора. Если бы мы хотели куда-то убежать, скрыться от следствия, надавить на следствие... Я изначально полагал, что смысл вообще этого дела, всего этого дела и тех процедур, которым вас подвергли, в том, чтобы просто заткнуть вам рот, чтобы вас было не слышно, не видно. Ну, конечно, они хотят заткнуть там рот и напугать всех остальных, и сказать, вот, смотрите, Соболь посадили, вы хотите так же, как Соболь, посидеть под домашним арестом, ну, тогда давайте дальше рассказывать про Дворца Путина. Ну, как-то так, наверное, их логика работала. Почему сейчас так произошло, мне трудно сказать. Я не знаю, у меня нет каких-то источников, я не обладаю телепатическими способностями. Ну, возможно, мы нашли методом перебора какого-то честного судей в Московском городском суде. Каждый раз натыкались, натыкались. Вот говорят же, что в России... Очень позитивная, кстати, трактовка. Да, ну, говорят, что в России... Комплементарная и позитивная. 1-5% честных судей, да, вот так вот положено считать. Вот, возможно, мы в этот 1% случайным образом сейчас попали. Возможно, там... Ну, в тот день, на самом деле, в суде творился какой-то полнейший, там, не знаю, какой-то каналия, потому что там эвакуировали здание суда, там в другом процессе ребят заявляли отвод, насколько я понимаю, там видеосъемка, опять же, хотели делать, там еще что-то. Ну, то есть там вот достаточно такая атмосфера, нервная, напряженная стояла. Не знаю, почему так произошло, мне трудно сказать. Я знаю, что следствие, конечно, настаивало на продлении нам домашних арестов. Следствие нас не хотело отпускать из-под домашних арестов. Почему нам смягчили меры пресечения, мне трудно сказать. Но я считаю, что вообще это дело... Я не могу его комментировать по этому решению, да, я не могу рассказывать об обстоятельствах уголовного дела, санитарного. Иначе сейчас, опять же, начнутся вот эти вот претензии ко мне со стороны сотрудников в форме и с погонами. Но я могу сказать, что, ну, конечно, там все понимают, да, что все вот эти дела, которые сейчас возбуждаются в последнее время, это дела политические, они высосаны из пальца. Но всем обычным людям, они смотрят и говорят, ну, что за фигня? А вы можете комментировать, ну, вопросы хронологии? То есть когда примерно можно ждать судебного процесса, когда вердикт, как вообще дальше должны развиваться события? Или если нельзя, то не надо? Ну, я думаю, что мне, ну, такие-то вещи, наверное, можно комментировать, но на самом деле я не знаю, потому что, ну, то есть... Ничего нельзя сказать. Я думаю, что никто не знает. Я думаю, что никто не знает, даже следственно. Ну, то есть им позвонят сверху, скажут, а давайте вот завтра их тащите в СИЗО, придумайте что-нибудь. Ну, и они и потащат. Им скажут, а завтра давайте всех отпускать, мы на них что-нибудь другое сейчас повесим. Я не специалист по этих вопросах, но где-то мне кажется, что по этим, по такого рода делам нельзя сажать в СИЗО. Можно, если будет нарушено. Ну, то есть по закону нельзя, по практике, по практике, если были нарушены предыдущие меры посещения, домашние аресты, да, могут перевести в СИЗО. И так далее. То есть это делается редко. А статья небольшой тяжести. Так там вообще под домашним арестом никто не должен находиться. Ну, то есть статья небольшой тяжести, там впервые судимые люди, у которых есть прописка в Москве, у которых есть место работы, там дети на иждивении и так далее. Ну, конечно, по практике никого так домашний арест не сажают. Когда меня возили сотрудники в СИН, каждый раз на служебной машине, сами сотрудники в СИН говорили, что все, кто сидят на домашних арестах, остальные, они все добираются сами. Им звонит следователь, говорит, приезжайте ко мне, там, ознакомиться с экспертизой. Они взяли, там, поехали, там, трамвай, метро, там, такси, что угодно. Добрались, потом вернулись на домашний арест. Нас же просто от двери до двери контролировали все время, лишний раз там не чихнуть. Поэтому, ну, то есть это дело, конечно, такое на особом контроле, как говорится, только контроль не в лучшую сторону, не за соблюдением законов, а наоборот, чтобы вот мы, там, нам пожестче жилось, побольше нам препятствий сделали. Поэтому, ну, что дальше будет дело, непонятно, да, то есть все юристы, все адвокаты, которые видят это дело, они говорят, что должны, конечно, прекратить, должно развалиться рано или поздно, потому что абсолютно бредовое дело. А дальше там, как будет, ну, непонятно, да. А есть еще второе дело. На самом деле, вот вы спрашиваете, что можно комментировать, что нет. Я ничего и не знаю по этому делу, да. То есть я понять не имею, что там у них есть в материалах дела, я не могу это комментировать и рассказывать, и об этом каким-то образом узнавать, потому что я понятия сама не имею. Кроме того, есть второе дело. Есть второе дело, да. По покушению на собственность, да? Пока второе, да. Пока второе, да-да. Это я вспоминаю, это, по-моему, 13-й был год, когда были выборы в Москве. Навальный идет в мэра, и на одном из митингов он говорит, ну вот у меня полгода назад было одно уголовное дело, теперь, кажется, пять, но я уже точно не помню. Ну что-то такое, в общем, в таком режиме. Теперь у вас такой режим, по факту. Ну да, я думаю, что до конца года еще могут что-нибудь придумать спокойное. Там навесь этот ярлык иностранного агента, при том, что я никогда не получала там, ну то есть у меня никогда не было счета за границей, у меня никогда не было недвижимости за границей. Вот меня называют агентом газдепа, я никогда в Америке не была. А вас называют? Ну, боты, да, вот эти вот там в комментариях, кто-то там пропагандисты называет. Ну, достаточно смешно, да, то есть я всю жизнь прожила в России, у меня живу в квартире мужа в 38 квадратных метров, где у меня проходил домашний арест. Все у меня были в этой квартире, силовики видели, что никаких гор, там, не знаю, следков, золотов, ничего нету, обычная квартира спокойная. Ну, опять же, то есть я думаю, что сейчас начнут как-то еще искать, за что зацепиться, для того, чтобы мне посложнее жилось перед выборами в Госдуму. Выборы в Госдуму, какие у вас планы? Вы объявляли, если я правильно помню, что пойдете на них, но вот как именно вы собираетесь это делать? Мы помним прекрасно компанию 19-го года, вы фактически стали, ну, таким, как это, фронтменом, фронтвумен компанией той, выбором в Москве, ее таким главным действующим лицом, если угодно. Мы все это хорошо помним, но закончилось это тем, что законно. Вас тоже не пустили, как и всех. Мы помним эти суды, заседания с Памфиловой и так далее, и так далее. Ну вот что, теперь будет сиквел. Ну, а трудно сказать, потому что мы-то действуем по закону, и я считаю, что меня как популярного кандидата от оппозиции должны найти выбор и допустить. У меня оппозиция была всегда очень простая и основана на законе, что давайте всех популярных кандидатов, те, кто не ведут кампанию, те, кто не имеет популярность, ну вот пусть они собирают подписи, как доказывают. Очевидно, что если мне дать возможность собрать подписи, я их собираю. Это понятно. Поэтому они, например, не разрешают собирать подписи через госуслуги. Они вот вводят это безумное фейковое электронное голосование, а вводить подписи через госуслуги, они отказывают. Я даже знаю, почему. Ну, потому что, естественно, я их собираю. Их нельзя фантифицировать потом. Ну, вот в том-то и дело, что это верифицированные подписи граждан РФ, их можно там, я их за один день, я уверенно соберу. Да, завернуть их нельзя. Поэтому понятно, что я говорю, что давайте допустите всех популярных кандидатов. От партии власти, от Единой России, допустите. Коммунистов допустите, ЛДПР, беспартийных, всех допустите. И пусть граждане сами на выборах решают, кто будет их представлять в Государственном Думе. Есть подозрения, что к вам не прислушаются. Не хотят, не хотят. Но, опять же, я собираюсь отстаивать свои права. Вы пойдете по одномандатному. Я считаю, что если человек претендует вообще на то, чтобы стать депутатом и представителем людей, правозащитником, юристом, который отстаивает публичные интересы граждан РФ, то этот человек как минимум должен отстаивать и свои права. И поэтому я вот на этой логике придерживаюсь. И, конечно, обладать свое право. Ну, понятно, что напряжение в связи с этими выборами будет еще выше, чем напряжение в связи с выборами в этой теме в Москве, про которую мы говорили. Потому что это первые выборы после того, как Путин обновил Конституцию. Это первые выборы после того, как отравили Навального. Это первые выборы после всего. Это вообще первые выборы новой эпохи. И первые выборы после того, как Путин обнулил свои сроки. Ему важно, чтобы был полный продемонстрирован консенсус по его поддержке в этом смысле. И, конечно, реакция будет жесткой. Тут нет сомнений. Я думаю, что люди, которые принимают решения, допускать или не допускать других кандидатов, они должны, наверное, думать о том, что все-таки, наверное, в какой-то долгосрочных последствиях. Понятно, что у них сейчас будет семиминутное желание усидеть в кресле, не получить какой-то нагоня от начальника, от администрации президента, но все-таки давайте думать о том, что нам в этой стране еще жить. И сейчас мы решаем семиминутные задачи, но к чему это все приведет? Мне кажется, что... А к чему это приведет? У меня нет наивности, я не рассчитываю на здравомыслие, но, опять же, делай, что должно быть, что будет. Они смотрят на карту регистрации на митинг, который Леонид Волков начал. Видят, там 400 тысяч зарегистрированных человек. Ну, я представляю себе этого кремлевского чиновника. 400 тысяч на всю страну, но мы еще поработаем. Нет, ну, понятно, что люди, которые регистрируются, это не все люди, которые приходят обычно на акции, потому что многие люди в пакетах ставят точку назад. Я думаю, что в Кремле сейчас есть ощущение, ну, не знаю, можно ли это назвать победой, но думаю, что можно. Победой. Мы победим, вот они там, значит, Фанаваль не вернулся, они вышли на улицы, всех подавили, его посадили, этих загнали, этих напугали. Все, никто не рыпнется, скоро выборы проведем. Такая логика, я думаю, сейчас работает. Я не знаю, я не буду залезать ни в голову этим безумным людям, которые блюют на законы и думать о том, что они же там вытворят, какую же они мне там под ножку подставят, под левую ногу или под правую ногу. Я в этой логике отказываюсь вообще думать. Я считаю, что я имею право баллотироваться на этих выборах. Я гражданин Российской Федерации, уже достигший нужного возраста, мне уже 33 года. Я могу участвовать в этих выборах, и я буду бороться за то, чтобы попасть в бюллетень. Проголосуют за меня люди, не проголосуют, пусть сами решают избиратели. Я хочу попасть в бюллетень для того, чтобы у людей был выбор, возможность выбора не из единой России, единой России, а из единой России и еще кого-то, чтобы они могли отдать свой голос. Поэтому я буду делать, что считаю нужным, а дальше там, конечно, мы посмотрим. А что касается ваших пессимистичных настроений, то я их полностью не разделяю. Я вижу, что это действительно 400 тысяч человек, которые не побоялись, отставили, там какая-то сложная регистрация, то есть мне нельзя было пользоваться интернетом. Ну вот, и я там никакие точки, я не знаю точно процесс регистрации, могу соврать, но, как я понимаю, там нужно отдавать какие-то данные. Люди часто боятся ставить точки, а вдруг их потом найдут, а вдруг потом они поставят где-то в своей деревне эту точку, а потом по всей деревне, по каждому дому будут ходить участковые, и вы снять там, проверять комплекты, еще что-то. Поэтому люди боятся, обычно приходят больше, чем регистрироваться в интернете. Во-вторых, даже сейчас, если 400 тысяч человек посмотреть, ну это самый большой, ну то есть ничего неизвестно, да, будет этот митинг объявлен властями, санкционер, не санкционер, а люди уже 400 тысяч готовы выйти. Даже если представить, что этот митинг будет объявлен несанкционером, так это самая крупная будет акция несанкционерного в истории России. Согласен, это убедительно. Ну вот, поэтому если так посмотреть, то нет никаких поводов для пессимизма. Я считаю, что действительно мы правы, мы своем праве, и что нас действительно большинство. Просто многие люди боятся и считают, что вот они одни такие. Я помню прекрасную историю из Челябинска, когда в 2018 году туда приезжал Навальный, выступал в рамках своей предвыборной кампании в качестве человека, который собирается баллотироваться президента. И у меня друг писал, что он говорит, я сидел все время в Челябинске и думал, что я здесь такой один, нормальный, и думал, что все остальные поддерживают Путина, Единую Россию. Я думал, что никто больше не хочет никаких перемен, не хочет там отставить свои права. Ничего никому не нужно. А потом я прихожу на встречу с Навальным, и там огромное количество людей вышло. Потому что ничего себе, и мы здесь все живем. Это эффект любого митинга, эффект вот этого еще на выборах в Москве. Тогда у Навального тоже была вот эта программа, когда ты мог видеть, кто в твоем доме тоже собирается голосовать за Навального. Это похоже по логике на то, как этот митинг организуется сейчас. Это тоже работало очень в этом смысле плодотворно и эмоционально приподнимало, безусловно. Кроме выборов в Думу, вы на самом деле, ну, там, власть рушит вашу команду, и она под прицелом и мощнейшим прессом, хотя это много лет продолжается, но то, что вот началось с января, это вообще невиданные совершенно масштабы события. Сам Навальный сидит, голодает и очень плохо себя чувствует. Вы фактически вот из таких знаковых и узнаваемых лиц его команды, ну, фактически, еще и в Москве при этом, то есть дома, на родине. Ваши планы касаются только выборов в Думу, или у вас есть еще и некие командные планы в этом смысле? Что делать дальше, как команда? Что делать дальше, как команда, очевидно и понятно. В ближайшее время, во-первых, что касается Навального, то то, что сейчас я хотел бы в вашем эфире это озвучить, хотя вы освещаете это, и спасибо вам большое всей вашей команде Дождя, за то, что вы в новостях про это рассказываете, и как и подобает СМИ, да, там, грамотно подаете новости и рассказываете о всем том беспределе и беззаконии, хотя я вот говорю все время «беспредел и беззаконие», но мне кажется, это вот «беспредел и беззаконие» — это слова, которые относятся вообще к обычной жизни в России, да, обычный день. То, что происходит с Навальным, это находится за рамками этих понятий. Это, ну, то есть это вопиющее нарушение всех общечеловеческих вообще прав, да, это за гранью добра и зла, потому что человеку не предоставляет медицинскую помощь. Отказывать медицинской помощи — это нарушение там самооснополагающего права человека. У любого заключенного есть право пригласить врача к себе в колонию, но Навальному в этом праве отказывают. Ничем это не мотивирует, ничем, абсолютно. Там Песков говорит, мы не в курсе, мы не знаем, этим не занимаемся. Начальник колонии где-то прячется, никому никаких комментариев не дает. Журналист не входит. Пишет Юлия Навальни. Да, нет, выходит там врач Анастасия Васильевна приезжает, хочет встретить хотя бы с заместителем начальника, да, то есть поговорить, чтобы как врач, да, рассказать о том, что там, что там, давайте окажем какую-то помощь, давайте найдем компромисс, давайте там какие-то еще вещи, давайте дам доступ, мы получим к Навальному, посмотрим его состояние, общее здоровье, что с ним вообще происходит. Ничего в этом отказывают, просто, то есть на глазах у всей страны, у всего мира, отказ в элементарном представлении медицинской помощи, которая положена каждому человеку. Несмотря на то, что согласен он с властью, не согласен, хороший или плохой, врачи должны лечить всех и спасать. Есть клятва Гиппократа, да, то есть, что неважно, это там насильник, убийца, там хороший человек, святой, неважно. Медицинскую помощь надо оказывать... Сначала его травить, потом лечить, это такая, даже в голове морока возникает. Ну, вот вам смешно, да, на самом деле... Нет, я не смешно, я иронизирую горько, я горько иронизирую, совершенно с вами согласен. У меня слова иногда трудно подобрать, когда вот я сейчас вижу то, что происходит с Навальним, когда мне вот адвокат, муж рассказывал новости последние, которые происходили, когда он в доме ареста сидел. Ну, то есть, мне казалось, что невозможно в современной России, сейчас, в 2021 году, такой беспредел творить. Да, это все действительно произведет очень большое впечатление. Что касается командных планок, то, конечно, мы сейчас будем всеми возможными способами защищать Навального. Сделаем так, что невозможно будет эту тему замолчать. Потому что власти очень любят делать свои грязные дела, молча, тихо, они пытаются сказать, вот, ну, не высовывайтесь, да, почему нам домашняя рез задавали? Не высовывайтесь, тихо, не спрашивайте, не задавайте вопрос. Нет, нужно задавать вопрос, нужно спрашивать. Очень рады, что журналисты спрашивают Пескова. Надо его, естественно, спрашивать, когда он говорит, у нас нет никаких комментариев. Почему у вас нет никаких комментариев? Да, ну, то есть, ну, как так? Ну, то есть, ты пришел к журналисту, он должен давать комментарии, и ты приходишь, он говорит, а, знаете, я, вот, у меня ничего нету, давайте к следующей теме. И нужно постоянно, да, постоянно, то есть, напоминать, говорить и требовать. Потому что то, что происходит, ну, нельзя спускать срок. Ну, если такое с Навальным творят, то, там, любому человеку, любому заключенному, да, то есть, тогда уж про его права уж точно можно всем забыть. Что касается, там, планов по работе, то, естественно, это умное голосование. Это стратегия победы на выбор, разрушения монополии «Единой России». Вот вы говорите, что делать, если там вас не допустят, да, или какого-то другого кандидата не допустят. Умное голосование. Это протестная стратегия, да, то есть, не допускает нормальный кандидат. Которая была опробована достаточно успешно на выборах в Москве в 2019 году, потом еще, на самом деле, на локальных... Да, в 2020 году она... На локальных выборах в Новосибирске, да? Ну, это же логично. Ну, то есть, а это просто... Почему называется умным голосом? Потому что, ну, умное, оно очень логичное. Зачем расщеплять голоса по разным кандидатам, чтобы победил «Единоросс»? Давайте мы сконцентрируем наши протестные голоса... Но вы, вершу, вашу роль вы видите как агитатора умного голосования? Конечно, как человек, который будет продвигать умное голосование. В 2019 году меня не допустили, и тогда я призывала поддержать умное голосование, прийти и вышибить этих «Единоросс» в Московскую городскую думу. Действительно, набрали очень много голосов. Но вот не хватило немножко для того, чтобы большинство было. Сергей Митрофин у меня был. Я его публично поддержала, и он выиграл. Я его публично поддержала, сказала, что вот... Я считаю, что сейчас, конечно, нужно всем кандидатам, все, кто хотят баллотироваться, пусть несколько кандидатов идет, но все борются за регистрацию. Я считаю, что всех должны популярных кандидатов регистрировать. Все имеют право попасть в бюллетень, кто имеет поддержку в обществе. А дальше делать, конечно, ставку на самого сильного кандидата в округе и всем поддерживать его. Это же логично. Но сейчас будет не так, как в 2019 году, потому что я слышу, это звучит в Думе, я слышу, я вижу, ну, понимаю, как это звучит на совещаниях в Кремле. Это примерно понятно, как эта директива уже спускается вниз по инстанциям. Нельзя иметь дело с Навальным и его умным голосованием. Всем кандидатам, если вы хотите быть в системной политике, если вы хотите, чтобы у вас были какие-то шансы, не смейте даже близко подходить на километр к умному голосованию. Это практически прямым текстом говорит, там, не знаю, Володин в парламенте. Но они-то не подходят в умное голосование? В этом смысле. В этом смысле готовы ли? Собираетесь ли вы? Умное голосование не разговаривается с... Оно не ведет договоров, оно не... Оно воспринимает этого кандидата как объект, а не как субъект. Ну, конечно, нам ваши глаза нравятся, давайте... Да, все, мы за вас голосуем, это ваши проблемы. Это я все понимаю. Но вопрос в том, на самом деле, собираетесь ли вы какие-то вести переговоры. Есть часть коммунистов, которые находятся на каких-то похожих позициях. На самом деле, в Яблоке есть разные течения мнений, несмотря на позицию лидеров. Умное голосование тем и классная стратегия, что вот ее невозможно как раз со стороны Кремля каким-то образом нарушить или какие-то договоренности разрушить. Понятно, я понял. Там какие-то карты с футболом. В общем, переговоров ни с кем никаких не будет. А зачем? Мы смотрим по каждому округу. Подсчеты и кандидаты. Ну, конечно, мы смотрим по каждому округу. Самый сильный кандидат. Это неважно. Главное, чтобы не единоросс. То есть мы разрушаем инополию единой России, мы разрушаем инополию тех жуликов-воров, которые сейчас сидят в Государственной Думе. Мы смотрим на самого сильного, самого порядочного из всех, кто зарегистрирован, и говорим голосовать за него. Все очень просто и понятно. Невозможно, да? То есть если Кремль скажет, вот вы там где-то попробуйте поучаствовать, там где-то притворится оппозиция, но если человек не будет вести компанию, то никогда в жизни он не попадет в умное голосование. Да-да, нет, я логику это прекрасно понимаю. Тем более, что на самом деле мы с ней знакомы еще с выборов 11-го года, с декабря. Ну, и вот как раз это хороший аргумент для всех скептиков. Я надеюсь, что их осталось все меньше и меньше, потому что две компании показали, что умное голосование работает, но для всех скептиков, конечно, сейчас должно быть очевидно, что если «Единая Россия» и люди в Госдуме, в администрации президента, которые вообще не должны избирать этой компании, в администрации президента Госдумовской заниматься. Уж извините, вы получаете деньги и зарплату за счет налогов все граждане Российской Федерации должны работать в интересах всех, а не партии власти. Ну, все сидят там и думают, как победить умное голосование. Значит, оно работает, раз они его так боятся. Итак, ваша повестка. Вы идете в Думу по одному андатному округу. Я, кстати, не спросил, по какому. По центральному административному округу города Москвы и район Лефортово сейчас в него входит, поэтому у меня есть сайт предвыборный, и там можно оставить свои подписи, контакты за моего движения, потому что их нужно очень много, это бюрократически сложные правила, вы можете меня поддержать, есть мой сайт. Кроме этого умное голосование, кроме того привлечения внимания к набальному и с тем, что с ним, и тому беспределу, который происходит вокруг его персоны, что еще в вашем политическом портфеле? Все проекты, которые мы занимались, мы, естественно, делаем расследование, естественно, боремся с коррупцией. Будут расследования? Поэтому все проекты, которые шли до этого, все люди работают в ежедневном режиме. Вот сегодня я первый раз после домашнего ареста смогла доехать до офиса, к ребятам повидалась, все работают, все пашут, и все стараются приблизить прекрасную Россию будущего. Ну, замечательно. Любовь Соболь после переухода на мягкий режим запрета определенных действий пришла к нам в студию, еще до 8 часов у нас мы в записи, еще есть время, Любовь успеет домой и идет, сразу идет в Государственную Думу по Центральному округу и занимается в том же режиме политической работой, что и прежде. 21 апреля в зале Адреналин Стадиум отмечаем День Дождения. Будет сногсшибательный концерт, мой любимый Нойз МС и еще одна секретная звезда. Но мне кажется, в этом году особенно важно встретиться лично, доказать друг другу, что нас много, что мы ничего не боимся и готовы менять мир к лучшему вместе. Вы и мы. Вопреки самым неприятным новостям, а, собственно, как купить билеты, вот об этом я сейчас подробно вам скажу. Это можно сделать на сайте Дождя или, собственно, просто поднести телефон с открытой фотокамерой, QR-коду, который вы видите сейчас на экране. С днем рождения вас и нас. До встречи 21 апреля.